Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дай-ка взглянуть Это так похоже на Гала Воистину горе от ума Он написал весь текст На фалмерском языке Нет Но я знаю того, кто сможет Нет Колсельма Придворный маг Ярла в Маркарте Может обладать материалами Необходимыми для перевода этого дневника Предупреждаю Колсельма яростно оберегает Свои исследования от посторонних Добиться от него помощи Будет нелегко Кроме того факта Что лишь горстка людей Во всем Тамриэле Вообще поймет Что это за язык Я почти уверен Что он собирался устроить Какое-то дельце Которое требовало Глубокого знания Фалмерского языка К сожалению Мы так и не успели Обговорить детали Как ни странно Я послал его туда же Куда и тебя В Маркарт Колсельма Я могу лишь надеяться Что ты сможешь Выучить язык Не хуже чем он Он был моим добрым другом И удивительно одаренным ученым Я был потрясен Когда его убили Полагаю Такой риск Всегда был связан С его родом занятий Но я никогда не верил Что удача ему изменит Ну ради риска конечно Он как-то заметил Что куда с большим удовольствием Залезет ко мне через окно Чем будет карпеть Над манускриптами Риск был его стихией О, это довольно забавная история Я поймал его Когда он пытался проникнуть В мою лабораторию Я уже собирался Научить его уму разуму Когда он отпустил Потрясающее деловое замечание По поводу моих рабочих заметок Я был поражен И у нас завязался разговор Кто бы мог подумать Что это приведет К такой крепкой дружбе Калсельма упрям как осел Выбирай слова Когда говоришь с ним Калсельма упрямляет Лучшее нападение – это хорошая защита, правда? Так ты ничего не знаешь об этом доме? Нет. Видел, чтобы кто-то входил или выходил. Какие-нибудь странные огни или необычный шум. Дом заброшен и всегда был заброшен. Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Может, кто-то входил или выходил? Проклятие. Будто у всех в городе память отшибла. Я страж Стендарра. Мы думаем, в этом доме собираются дайдропоклонники, проводят ритуалы и прочее. Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Иди за мной и будь начеку. Даэдра – могущественные и коварные создания. С ними никогда не знаешь, чего ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... тут кто-то был недавно я спрашивал говорят что никто не входит и не выходит стой ты слышишь по моему звук был отсюда вот она что доме кто то есть значит мы приближаемся к выходить мы знаем что ты здесь есть другая дверь проверь не удастся ли ее открыть стендарь милостивый это не обычный доедра нам понадобится помощь слаб он слаб ты силен сокруши его ты убьешь убьешь или умрешь да твоя награда ждет тебя смертный дальше вниз да дальше не дра как близко твоя награда ждет что же ства думаешь молок бал лорд порабощение так легко наградит тебя что ты видишь из своей клетки говори ржавая сухая когда-то это булава была покрыта кровью слабых и ненужных у лордов доедра тоже есть враги жрец моей соперницы баэтии осквернил мой алтарь оставил его на разрушение но теперь ты здесь есть нет я хочу подчинения я хочу чтобы жрец который сделал это встал на колени и отдал мне свою душу он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы баэтии потом пропал но его поймали и пленили бросили гнить в темнице спаси его дай ему провести ритуал еще раз и когда он придет мы будем его ждать и 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, сколько у тебя было знакомых ученых Но поверь, материальное состояние нас мало интересует Хорошо Возможно, когда я завершу исследование, то смогу свободнее обсуждать с тобой все свои открытия Субтитры сделал DimaTorzok Ты хочешь увидеть Ярла? Никаких резких движений, ясно? Что теперь? Я буду здесь Там, небось, дужина человек была? Да, Галсельма созвал всю свою команду Сказал, что ему нужны все и каждый, чтобы защитить результаты исследования Лучше они, чем мы Бабушки оставили нас без троих И для чего? Чтобы напороться еще на одного мерзкого паука Ну, по крайней мере, на этом посту относительно безопасно Вернемся к работе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как скажете, господин Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Нас всех используют, дорогая Живи с этим, как все женщины Ты только скажи, если нужно будет тебя полечить Или еще что-нибудь Капелька древней магии предела Вылечит все твои хвори Когда живешь до приличного возраста Люди начинают думать, что тут какое-то колдовство Ну и начинаются оскорбления Впрочем, знание трав и зелий еще никому не мешало Хотя никто не любит признаваться, что покупает такие штуки Видишь, у меня даже для управителя есть зельицы Ты не отдашь его ему? Скажем так, это решит одну его проблему Спасибо Только то, что они разбили старухи сердце Столько друзей, столько родных И все погибли Пытаясь вернуть прошлое, которого давно уже нет Мне нужно смешивать травы Что бы ни произошло теперь, стражники всегда будут благодарны тебе за твои подвиги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да? Субтитры создавал DimaTorzok Целый двемерский город под крепостью. Чуанзел, лучше держись подальше, если не хочешь, чтобы паровой Центурион тебя покалечил. Теперь я управитель Тонгбара. Каждая монета в городе принадлежит нам. Мне нужно вернуться к работе. Деньги сами себя считать не умеют. Продолжение следует... Маги не допускают нас в коллегию. Говорят, что там опасно. Продолжение следует... 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 Хм, очень любопытно и очень тревожно. Оказывается, у Галла много месяцев были подозрения насчет преданности Мерсера Фрея делу гильдий. Галл узнал, что тот ведет чересчур роскошную жизнь с непомерными тратами золота на личные удовольствия. В дневнике говорится, откуда золото бралось. Да, Галл, похоже, был уверен, что Мерсер тайно брал средства из казной гильдии. Еще что-нибудь, Антир? Что-нибудь о соловьях? Хм, да, вот оно. Последние несколько страниц, похоже, посвящены провалу соловьев, но он не вдается в детали. Галл также неоднократно упоминает, что, по его мнению, Мерсер осквернил некую сумеречную гробницу. Да хранят нас тени. Значит, это правда. Я не знаю, что такое сумеречная гробница. Что это? Что натворил Мерсер Фрейн? Прости, Антир. Я не могу сказать. Самое важное сейчас доставить твой перевод в гильдию, и немедленно. Прощай, Антир. Слова не могут выразить. Все хорошо, Корлия. Не нужно слов. Послушай, я хочу только, чтобы гильдия узнала правду. Они уважали Корлию, и она заслуживает большего. Сделай, что можешь, и я буду считать это личной услугой. Если тебе понадобится избавиться от краденого Винтерхолда, заглядывай ко мне в коллегию. Я иногда обращался с предметами сомнительного происхождения, и я постараюсь помочь. Если я тебе понадоблюсь, найдешь меня в коллегии. Мы должны спешить в Рифтен, прежде чем Мерсер причинит еще больше вреда гильдии. Ты уже многое знаешь, и я не вижу смысла дальше это скрывать. Сумеречная гробница — это храм Ноктюрнл, место, которое соловьи поклялись защищать до последней капли крови. Сама Ноктюрнл простирает к нам руки оттуда. Все дары ее содержатся в стенах гробницы. Похоже, Мерсер нарушил клятву Ноктюрнл и осквернил то, что поклялся защищать. Я тоже так подумала, когда Галл открылся мне впервые. Полагаю, со временем ты тоже поймешь. Став соловьем, я поклялась хранить тайну гробницы. Я знаю, что в гильдии доверие не в почете, но я прошу тебе довериться мне еще ненадолго. Я направлюсь в Рифтен и разведаю обстановку. Попробую знать, что задумал Мерсер. Найди меня в буйной фляге и учти, дело нам предстоит серьезное. А пока что... Вот, возьми. Это вещь Галла. Но думаю, в этих обстоятельствах он бы одобрил мой поступок. Если гильдия не прислушается к голосу разума, прислушаешься ты. Я никогда не откажусь от хорошего таланта. Приноси мне все, что ты найдешь. И мы договоримся. Субтитры создавал DimaTorzok